Приветствую тебя, дорогой Рустам. Скажи, пожалуйста, как погода и где ты сейчас находишься? Я приветствую вас от всей души, дорогой Хасай. Погода у нас такая переменчивая, сегодня было душно, жарко, сейчас пошел дождь. Я из Германии. Скажи, пожалуйста, Рустам, чем ты там занимаешься в Германии? Я в профессии дирижер-музыкант. Слушай, как это здорово, потому что вот если ты видел наши книги, вот последняя наша книга «Новые приемы», это как использовать энергию страха, энергию стресса по желаемому назначению и лучше дирижировать, и лучше много чего делать. И вот это я хочу сказать, вот твое имя Рустам, по национальности ты кто? Это такой вопрос, ты можешь не отвечать, но если хочешь, отвечай. Да, но это татарское имя. Татарское имя, и ты в Германии находишься. Так у нас вот эти книги, которые выпускают, ты не представляешь, Нелли Зарыпова, наш литературный агент, который помогает их издавать в издательстве. Она татарка, а ее сын, а ее сын Миша, он как раз дирижер. Да, он это коллеги, получается. Коллеги, ты представляешь, как здорово. А я вас познакомлю, подружу, и вы будете. Ну скажи, пожалуйста, почему ты ко мне обратился, и зачем тебе этот ключ вообще? Я вот интересуюсь развитием не только в плане творческого, но и саморазвития, духовного, чтобы, потому что, когда ты дирижер, когда ты такая обширная профессия, нужно иметь очень разные, скажем так, способности. А ты там дирижируешь где? В ансамбле в каком-то или в институте каком-то музыкальном. Где ты там дирижируешь? Муниципальный оркестр. Музыкальный оркестр? Муниципальный. Муниципальный оркестр. Давно ты там в Германии? Ну, я уже больше 20 лет. О, ну, как интересно. Ну, и как тебе метод ключ помогает? Ну, во-первых, метод ключ, он решает проблемы стресса и разные такие сложные задачи очень быстро. Вот, достаточно применить метод хлёст. Хлёст, да? Хлёст руками по спине. Да, да, да. И что там происходит? Ну, входишь примерно через 10-15 секунд, думаешь об этой задаче или идее и продолжаешь этим заниматься. И как бы она сама собой получается и всё удаётся. Зажимы снимаются, зажимы нервномышленные. Да, очень здорово. Слушай, вот это, когда ты дирижируешь. Вот мне интересно, у нас есть такой приём, который называется дирижёр. Потому что у меня был один бизнесмен, это было уже много лет назад, получается, лет 5-6. Ему ни один приём не подошёл, ни хлёст не подошёл, ни лыжник не подошёл, ни шалтай-болтай. Ну, он такой нервный, такой возбудимый бизнесмен. Он специально приехал ко мне. Ни один приём не подошёл. А когда я ему подсказал, а ты попробуй дирижировать. И он начал дирижировать. И он так включился, так включился и никак не останавливается. Он говорит, слушай, я остановиться не хочу. Потом он сел и говорит, прямо отпустила. И говорит, вспомнил, слушай, я же в детстве дирижёром хотел быть. А кажется, отчего у него нервная система так пострадала? Почему он ко мне попал? Потому что он всю жизнь не делал то, о чём мечтал, к чему его талант был предрасположен. То есть, получается, он всю жизнь ходил не в своих ботинках. И у него напряжение выросло. А когда он, перебирая приёмы, попал на этот дирижёр, как говорится, и прямо так воспрял, и он там тут сидел у меня на диване и говорит, слушай, надо же, я теперь этим приёмом буду пользоваться. Ну, конечно, а как же? А скажи, пожалуйста, Рустам, а ты когда дирижируешь вообще, что ты чувствуешь? Ну, при дирижении сначала возникает внутреннее представление о музыке, которую ты должен передать музыкантам. То есть, сначала внутри, и это иногда мешает, потому что это сковывает, потому что это много всего, и оно захватывает тебя. И вот я всегда, я долгое время искал как раз вашу школу, с помощью которой мне сейчас намного легче стало и жить, и работать. Да, это спасибо большое. Я очень счастлив, что это тебе помогает. Нет, это упражнение, вот, и лыжник тоже. То есть, оно снимает, вот, и очень мгновенное снятие напряжения со всего тела. Вот, это, вот. И тоже я очень люблю упражнение шалтай-болтай. Шалтай-болтай, это, конечно, это как и хлёст, шалтай-болтай, это вообще королевое упражнение. Многие дети сами делают, без всяких наук, не зная вообще про ключ, это инстинктивно сами делают, шалтай-болтай. Но самое главное, я очень тебя прошу, и всех прошу, которые вот у нас пользуются этими приёмами разными, подбирают себе разные приёмы, чтобы они название приёмов запоминали. Потому что они такие простые, такие естественные, потому что они по природе самого человека, настолько я их долго вычислял, вычислил то, что совпадает в природе человека, его творческой натуре. И поэтому они настолько простые, настолько эффективные, что люди, которые вот не знают, что это метод ключ, они начинают их называть по-разному. А у нас же школа, чтобы она развивалась, как йога. Вот в йоге, например, все приёмы и упражнения имеют свои названия. И в цигуне имеют свои названия. Поэтому есть йога, и поэтому есть цигун. А ключа как бы нету, потому что это уже настолько природе соответствует, что люди думают, что это ерунда. Похлестал из того легко. Ну, я думаю, что вот я это сказал, и многие будут теперь понимать, что названия надо запоминать и правильно называть эти упражнения. Вот как раз у меня было сегодня занятие с учеником, и вот я показал тоже своему ученику упражнение шалтай-болтай. Он говорит, так это же мой ребёнок так же делает постоянно. Да, 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 дети делают, конечно, конечно. То есть так было всё естественно. Ну, самое интересное, дети делают неосознанно. И мы в детстве тоже делали все неосознанно. А вот теперь, когда человек это делает осознанно в виде упражнения, у него появляются новые возможности. Потому что он может в любой момент это вспомнить, например, как он это делает дома, перед экзаменом, или там перед дирижированием, если он нервничает, если большая аудитория, и он боится ошибки какой-то или ещё чего-то. Мысленно вспомнить, как он дома делает хлёст, например. То есть осознанное использование инстинктивных действий, которые мы все делаем. То есть ключ у нас у всех есть. Просто он неосознанный. Но когда мы его осознаём, он даёт большие преимущества. Да, да, вот в этом суть. Слушай, я тебе так благодарен. Скажи ещё раз, пожалуйста, когда ты в хорошей форме, раскрепощённый, когда оркестр слаженный, и когда ты дирижируешь, вот какое ощущение возникает? Ну, это такое сложное описание. Ну, во-первых, это как бы эйфория. Лёгкость. Лёгкость, да. И всё-таки я бы сказал, многие говорят, что это адреналин, но я бы сказал, что это больше эндорфины. Эндорфины, да, да. Даже если ты дирижируешь музыку, которая немножко, ну, как бы сказать, такая траурная, всё равно эта эмоция идёт, и она вот как бы как волна идёт. Вот волна, кстати, упражнений тоже. Я не сказал об этом упражнении, а упражнение «Волна» тоже очень замечательно. Слушай, да, это наши последние достижения. Спасибо тебе, Рустам. Мне очень приятно, что ты этим пользуешься, и что ты вот, ну, подключайся к нашей школе «Человек будущего» «Хомофутурус», смотри новые и новые, и свои добавляй. Потому что у нас в этих книгах, вот, в первой, во второй, вот в последней моей книге, там как раз-таки участники нашей школы свои приёмы добавляют, со своими именами. Это очень здорово, потому что наша школа такая единственная в мире сегодня. Школа «Человек будущего», и поэтому многие люди туда подключаются, чтобы был мир на планете, сохранить разум на Земле, чтобы люди были человечными. Да, и поэтому открывали свои способности. И вот ты сейчас сказал, каким образом можно сохранять у себя гармонию, и сказал, что действительно там адреналин немножко трансформируется в эндорфин. А раньше вот музыканты или художники, или там артисты, они же 50 грамм для храбрости перед выступлением принимали. А теперь они могут делать вот эндорфин, включать у себя. Но это же намного эффективнее, чем те же письки. Конечно, это, во-первых, чисто, и это не капкан, как алкоголь. Там попадешь в зависимость, и деградация происходит. А здесь, наоборот, расцветаешь, как цветок. Спасибо тебе, Рустам. Я всегда готов с тобой дружить, встречаться. И я думаю, мы вместе с тобой сейчас школу будем развивать. Чем больше людей к нам талантливых подключается, а все люди, они по природе талантливые. Если они будут подбирать действия, которые синхронны с их способностями, они будут чувствовать такой кайф. Поэтому надо заниматься любимым делом. А приемы будут помогать раскрепощаться. Это модель любимого дела, конечно. На самом деле, я счастлив, что я, во-первых, познакомился с вами, с вашей школой. И я настоятельно рекомендую всем, кто первый раз это смотрит или уже что-то знает, просто ближе к этим... А я тебя попрошу для всех, когда у тебя будет время, желания и возможности, маленький эпизод, пришли до нашей школы, как ты дирижируешь оркестром муниципальным своим. И пусть все порадуются, что там, в Германии, мне этот ключ помогает муниципальному оркестру. Это и есть, собственно говоря, это же и есть наша миссия. Помогать людям на планете дружить между собой, чтобы было меньше войн и кризисов. До встречи. Спасибо тебе, Рустам. Спасибо. С огромной радостью, дорогой Хасай. Вам здоровья, здоровья, здоровья. Благополучия. Развивайте вашу школу дальше. И я буду рад вам помогать и вместе работать. Нашу школу. До встречи. Хорошо, до встречи. Всего доброго.